Жители региона стали чаще обращаться в многофункциональный центр. Показатели за прошедший год выше по сравнению с итогами 2017-го. Кроме того, в несколько раз выросло количество предоставляемых услуг в электронном виде. Об этом и не только в интервью нашей съемочной группе рассказал директор МФЦ Нинецкого округа Эдуард Бухарин. Эдуард Викторович, здравствуйте. Мы, может быть, начнем с подведения итогов работы многофункционального центра за прошлый год. Много ли было обращений жителей и больше ли это, может быть, чем в 2017-м? В 2018-м году МФЦ в округе работала в штатном режиме. То есть во всех офисах ввелся прием заявлений на оказание государственных муниципальных услуг. По результатам 2018-го года зафиксировано порядка 100 тысяч обращений у нас. Это на 22% больше, чем в 2017-м году. По результатам этих обращений мы оказали 57 тысяч, порядка 57 тысяч государственных муниципальных услуг. Это по сравнению с 2017-м годом примерно одинаково. Однако у нас в три раза увеличилось количество заявителей, которые получали услуги в электронном виде самостоятельно в офисах МФЦ. Это порядка 4 тысяч граждан. Думаю, что в 2019-м году эта тенденция на увеличение продолжится, поскольку получать все-таки услуги в электронном виде гораздо удобнее, быстрее. И мы ведем эту работу разъяснительную, чтобы граждане понимали. И у нас пока, скажем, получается. То есть какие самые основные услуги оказывают многофункциональные центры и какими услугами чаще всего как раз пользуются жители нашего округа? Более 50%, скажем, более половины оказанных услуг, это у нас услуги традиционной социальной защиты. Затем идут услуги Росреестра, Центра занятости и МВД соответственно. А если говорить о каких-то нововведениях, то есть есть что-то новое в работе многофункционального центра за последнее время? В 2018-м году мы сделали реконструкцию нашего филиала выскателей, то есть для работы с маломобильными гражданами. Сделали ремонт, привели в соответствие с единым стилем, с требованиями центральный наш офис. Видели, сейчас съемка была. В общем-то, начали оказывать услуги по выдаче биометрических паспортов нового образца. В прошедшем 2018-м году у нас год запомнился избирательными кампаниями. Мы также вели прием, это для нас была новая услуга, прием заявлений на участие в выборах граждан по месту их пребывания. Тоже порядка 800 заявлений мы приняли. Вы сказали, что электронные услуги стали чаще, чаще электронными услугами пользоваться население. А среди них, наверное, есть и пожилые люди, которые, может быть, в силу возраста, понятно, им как раз-таки современные технологии, возможно, сложнее. То есть они сильно тоже подключаются, работа с ними в этом направлении ведется. Да, да. Ну, естественно, они, приходя к нам в офисы МФЦ, это касается и городских офисов, в том числе и населенных пунктов наших, вот. Наши сотрудники, ну, как бы, помощь оказывают им в получении этих услуг, немножко где-то консультируют. Если говорить о планах на ближайшее будущее, может быть, тоже какие-то изменения планироваться на работе от центра инвестиционного? Ну, планы, да, планов много нам. Самое главное в нашей работе – это, в общем-то, переход все-таки на электронный документооборот полностью, в целом, на 100%. Сейчас мы эту работу ведем. У нас в большинстве своем, в подавляющем большинстве все услуги окажутся в электронном виде уже, без бумажного носителя. И 19-й год мы хотим полностью исключить, где это возможно, бумажный носитель. То есть все в электронном виде. Далее планируем мы в этом году, в 19-м, произвести закупку криптокабины. Это для получения паспортов нового образца. То есть это уже у нас в МФЦ стационарно будет стоять. И люди уже самостоятельно, то есть наши сотрудники уже самостоятельно, без сотрудников МВД, будут оказывать эту услугу. Ну, это такие планы на 19-й год. Пока. Спасибо вам большое за ответ.